совести нашей официальной истории а если посмотреть что родословно это единый вид и надо возвращаться в общем-то к этой единой линии гуннов возвращаться в общем-то ну к старой традиции там и афет сим и хам потому что нормально родословно царских родов возвращается именно к этим но детям ноя вот анекдот в том что это существует 20 шагов от границы российской федерации вот только мы сделаем вот сейчас например есть по-настоящему займутся историки например на украине которая поделяться потомками гун у них совершенно спокойно восстановит родовую связь именно но симом тем самым вот с тем авраамом украинцы прямые потомки вот эти десяти колен израиль якова а вот в нашей истории но существует вот якобы такой вот эта битва поэтому как сказать ну так принято здесь считать хотя на самом деле надо смотреть ребята начали надо разделиться даже чтобы подраться надо хотя бы определить своего врага ну а кто он такой какое отношение он имеет к нам а к нам он имеет прямое отношение наши братья по общему роду мы все в общем-то жиды вот потомки и вот эти десяти колен израиль якова который выжил себя на шесть и гуна и вот эти родовые притяжения она и определяет ну как то сказать как ваня гружный поперся в казань там умер очередной правитель а он по роду глинских из рода тактамыш вот а тактамыш это род чингизиза ну как я например родовой у меня монка джингиз вот он имел право на казанский престол а так как казань это собственно говоря наследие той самой хазари и у них числе прочего было один из каганов там породнился с римским родом то одновременно почему конечно москва третий рим это и ну он и князь и хан и каган и цезарь вот хоть ты сдохни а вот через родовые связи получается дикий немыслимый компот и все это всегда учитывалось а у нас для упрощения ситуации вот якобы вот якобы вот этот московья который вдруг проявляется как отдельный государств ребят московья это было в арабских историков это арзан балдан вот ну и сюда приперся с хуяб самбатас как хотите его называйте или кив как хотите вот выживший там устреливший в битве ярославич потому что ты происходила дикой династической резня тот самый каган балдемир вот когда собственно говоря копыта отбросил мне оставил закон о наследовании русскую правду известный свод правил поведение в жизни он оставил а вот это не додумался а то что в кучу жен ну чисто еврейская такая традиция ведь многие забывают маленькую одну деталь ну ветхий завет не определил полностью вот этот объем когда из жены и поддержание мужчина на женщин да очень путят понятие проституции там наложенность это нет этой границы ну как в японии нет понятия семьи в нашем чистом виде есть понятие наследники вот это наследники от какой женщины а так нет ну вот и начинается резня там 120 где-то на этих наложенностях которые были наследники где-то там куча вот эти родни и вот десятый век ознаменует собой страшную династическую резню советую найти сборник академии наук называется этнос в истории и там самая великая статья в советский период членов запретные имена в пвл поясе именных лет потому что он приводит количество вот этих вот наследник там отрагна это донемиры там какой-то там еще что-то нам такое сколько-то дочерей был взят в плен в польшу там литву за утащен там еще и получается вот это и а гордом огромная орда наследников начинать резню за престол вот ну вот у нас очень я вас понял вот лекции не надо у меня такой вопрос скажите пожалуйста а вы вот сейчас ссылаетесь на академию наук да еще советскую вы в официальную историю то в чем ваша альтернатива вы в официальную историю то верите вы одновременно задали вопрос который исключает вы видите вам не надо лекции то есть мои знания вам нахуй не надо а можно лаконично все таки лаконично таблицу умножения в однострочное да тогда видите вы вы же сюда пришли в дискуссию а не в лекцию нет ну а вы не определяете параметры этой дискуссии я но если вы будете лекцию читать я могу просто заняться своими делами и не вот это как раз альтернативность а вы мне не авторитет я понял что я готов с вами пообщаться на уровне дискуссии но не на уровне лекции не дискуссия когда есть общая тема и есть разница во мнении я вам задал простой вопрос вы в советскую историографию верите этот вопрос некорректный он меня оскорбляет как умыслящего человека а в чем тогда ваша альтернативность извините альтернативность по отношению официальной истории которая обрывает историю россии 10 века а вы русский язык и русскую нацию верите вот слово верите давайте мы попробуем исключить это слово очень неопределенное понятие вы определяете русскую нацию откуда она взялась она ниоткуда не взялась и никогда не было природе тогда тогда извините а чё же мы тогда пользуемся мы называем себя русскими а вы пользуетесь до сих пор конституции законы российской федерации ну пользуйтесь потому что вам ее навязали вы пользуетесь а попробуйте по-другому хорошо по-вашему только кратко русские есть или нет значит еще раз говорю вот это слово когда вы мне начинаете жестко диктовать свои определения у нас дискуссия у нас нет но у нас нет оскорбления вы меня оскорбляете на чем вас оскорбил вы не умеете вести дискуссию вы не умеете вы некорректно еще раз объясняю мне ваша лекция неинтересно я вам задал простой вопрос вот это слова откуда взялись русские вы хамите ага это хамство понятно понятно ребята значит кто то когда вы заранее вы определитесь у нас дискуссия или лекция если лекция мне это неинтересно если у нас изложение вашего хамского мнения по отношению к собеседнику то тогда у нас обычный срач извините у нас дискуссия дискуссия предусматривает общие равные параметры по времени совершенно верно а вы не успевая львица вздумали нам лекцию на вольную тему тем более извинитесь за ваше требование я вам уже сказал что я ни одного грубого слова в ваш адрес не сказал но мне ваша лекция неинтересна кто там с кем извините спал я понял давать мне определение в параметрах изложения ребята значит кто тут ведущий вы бронемир определись с ситуацией да мы мы все здесь равны все равны если мы все равны вот человек тут на любой вопрос хочет лекцию прочитать ну мы слушали владимир вашу вашу тоже я это тамбовское хамло определяешь мое изложение теории как лекции тебе она не нравится можешь сунуть в жопу и он ну я тебе говорю ну все ребята всего вам доброго пообщайтесь потом поговорим о тамбовское ты шкаляр ты шкаляр ребята когда вы притаскиваете какого-то человека есть одно из двух или мы говорим по-пацански или мы говорим с позиции официального какой-то ну академически принятого дискуссом в таком случае вы выделяете время на изложение своего тезиса и каждый имеет право ну когда один из собеседников хамский это уже просто по-шкалярски это просто выход за рамки пытается во-первых определить слова человека ему почему-то не нравится слово лекция хуекция биекция он определяет параметры определяет способ изложения а если этот тезис объективно должен перейти границу одной фразы например пошел на хуй или хуй на ны то вдруг ему это не устраивает ребята вы до сих пор не выбрались из границы вот этого пацанского базара а какой хуй тогда вы меня и так сказать я все нет андрей георгиевич мы просто знаете что я вот вас пригласил только для того что вот вот этот человек там сейчас тоже читал лекцию да вот лекцию да и только вы могли его поставить на место вы его поставили на место вот и все я о другом я о другом говорю просто попытайтесь все таки вспомнить что за вашими плечами вот Россия Россия Академия наук есть история и собственно говоря изложение даже оппозиционных мнений должен носить в рамках какой-то узаконенной процедуры вот это просто надо помнить что когда мы пришли вот и мы начинаем говорить и человек должен соблюдать правила игры конечно вот я вам говорю то есть грубо говоря у каждого есть равное право что-то излагать если один из собеседников жестко ограничивает оппонента во-первых временными рамками то есть временными рамками ограничить можете вы кто приглашает скажем 5 минут на изложение да согласен но просто отрицать форму изложения это оскорбление согласен за это вызывали на дуэль еще в 18-м начале 19-х даже в академической среде я надеюсь вы помните что в общем-то все члены академии наук российской имели право носить шпагу именно для того чтобы мгновенно вызывать на дуэль любого хама вот поэтому я не говорю кто прав кто виноват но форму изложения надо упорядочить на будущее запомнить то есть я как говорится родился на самокатной улице и с детства привык с детства говорить на врод ёбаный это я могу и пройдя через уголовные политические тюрьмы я могу говорить на любом языке но если мы говорим об истории то мы говорим ну в рамках какой-то академической ну традиции то есть грубо говоря если тема требует перечислить какие-то вводные эти темы то есть надо перечислить и в этот момент кто-то отрицает эту форму ну называют лекции хуекции как угодно то он или просто хам или дурак или боится за свои тюрьмы но в том и другом случае это некорректное ограничение как сейчас наша партия ставит в свою задачу повалить закон о партиях который некорректно определяет территориальный и количественный состав такого понятия как партия потому что вопрос заключается всегда в определении понятия термина а сам термин татаро-монгольское нашествие уже политически задан к отношению к истории почти не имеет иначе характер просто открылышка вот собственно говоря отголосок то есть тема когда крымских татар выслали к чертове матери после этого стало относиться ну вот такой аналогии провели что крымские татарские сообщества которое объединилось ну с гитлеровской системой верхушки и заключил договор с Германией вот тут протащили такую интересную аналогию якобы с татаром монгольским нашествием которые жестко и четко вдруг стали определять это продукт именно того периода когда крымский межрис заключил договор с товарищем Адольфом ищим гитлером и вот после этого у нас появляется фильм где какие-то татары какие-то тугари появляются статизм про зверство здесь татар появляется выдумка про какую-то там куликовскую битву вот это уже отдельно я и хотел об этом это сказать ну так как этот товарищ стоит на жестко заданных позициях ты с кем разговариваешь ты одно из двух я одновременно и еще так сказать нормальный пипл который жил на самокатной но одновременно я историк и описатель вот так ребята поэтому попытайтесь как-то упорядочить систему отношений поэтому если человек имеет то есть берет на себя право давать оценку форме изложения собеседника он хам вот а у него и все имеют полное право излагать свою точку зрения вот так на будущее да все спасибо все вышел вышел не молодец Андрей Георгиевич он молодец правильно